Больше 90 многодетных семей Камышлова получили из рук исполняющего обязанности губернатора Якова Селина сертификаты на получение бесплатных земельных участков. Таким образом, региональные и городские власти удовлетворили все заявки от данной категории жителей Камышлова. Напомним, губернатор Евгений Куйвышев потребовал навести порядок в области представления земли льготным категориям граждан весной текущего года. Глава региона, в частности, поручил правительству провести ревизию земельных участков и проанализировать очередь на них во всех муниципальных образованиях. В результате по области было предоставлено свыше 1,2 тысячи участков, что больше, чем в три раза превышает показатель за последние три года. Ожидается, что до конца года сверловчанам будут предоставлено еще не менее 500 участков. В Камышлове в этот день сертификаты на землю получили 110 камышловских семей, 96 многодетных, 12 участков выделены инвалидам, еще 2 военнослужащим. Это не первый муниципалитет, где вручаются сертификаты на бесплатное получение земельных участков для многодетных семей и некоторых еще категорий. Работа идет по всей области. Полтора года идет активно. У нас свыше 8 тысяч жителей. Это многодетные семьи, которые встали на ученых. Более 1100 уже вручены. Многим с полиэтом работа идет и в этом году мы получили учение на следующий год. Таких темпов не было за многие последние годы. Это системная политика, которую держит лично на контроле губернатора области и она будет реализована. Исполняющий обязанности губернатора поблагодарил муниципальные власти за оперативную работу, позволившую МУГИСО оказать поддержку семьям льготников из Камышлова. На сегодняшний день вручением сертификатов практически снимается проблема в Камышловском городском округе. Но если семей многодетных будет больше, что желательно, работа будет продолжена и земельные участки будут предоставляться. Глава городского округа Михаил Чухарев отметил, что благодаря активной позиции региональных властей за последние полтора года произошел рыбок в части обеспечения земель льготных категорий граждан. Очередь в 10 раз возросла за последние два года. Люди поверили в реальность получения земли, причем участков с инфраструктурой, сказал он. Министр по управлению государственным имуществом области Алексей Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемом участке подготовлена вся града и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове создается новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Площадь участков варьируется от 11 до 12 соток. В следующем году будем только наращивать этот темп, потому что серьезные есть заделаны в Ирбите, в Красноуфимске, в Серове, в Екатеринбурге. Мы существенно в разы совместно с администрацией города Екатеринбурга планируем увеличить количество предоставляемых земельных участков. То есть работы предстоит много, но мы понимаем, как ее делать и уверены, что сможем поручение губернатора выполнить. В свою очередь, жители Камышлова ждали эту землю. Конечно, мы ждали очень эту землю. Нельзя, не знаю. Даже не знаю. Получение сегодняшнего, конечно, это будет получение жильчайных условий, что мы как бы не ждаемся в этом. Мы хотим, конечно, построить дом, но еще не думали конкретно, какой, но все-таки в планах у нас построить дом, чтобы у каждого ребенка была своя помощь. Напомним также, что в мае по решению главы региона полномочия по управлению неразграниченными землями в Екатеринбурге перешли от муниципальных властей к региональным. Решение не пролонгировать договор с городскими властями и передать полномочия по управлению земель данной категории МУГИСО было продиктовано желанием снизить административные барьеры, сократить число бюрократических процедур, увеличить темпы роста строительства и в итоге снизить цену на квадратные метры. Евгений Куйвашев уверен, что сдвинуть с мертвой точки процесс бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям Екатеринбурга позволит использование территорий, прилегающих к областному цену.